В этот день 4 июля родились Павел Федотов художник Некоторые его работы, например, картина «Сватовство майора» стали хрестоматинами Луис Майер, один из первых кинопродюсеров, который создавал Голливуд Основатель кинокомпании Мэтро Голдвин Майер Его реальное имя было Лазарь Мэйер Он был родом из Минска, Российской империи В этот день 1819 года из порта Крамштадта вышли два корабля «Восток» и «Мирный» В этом путешествии им предстоит открыть новый континент «Антарктиду» 4 июля 1886 года в Нью-Йоркский порт прибыл подарок Франции народу Америки Это была статуя Свободы Как считается, она была сделана из российской уральской меди В этот день умерла Мария Складовская-Кюри, великий физик Мария Складовская-Кюри была ученым-исследователем, экспериментатором, физиком, химиком, педагогом и общественным деятелем А еще любящей женой и нежной матерью Казалось бы, хрупкой женщине сочетать это невозможно, но такова была эта удивительная личность Складовская-Кюри одной из немногих удостоена Нобелевской премии дважды по физике и химии Она основала научно-исследовательские институты в Париже и Варшаве, была одной создателем изучения радиоактивности Являлась членом корреспондента Петербургской академии наук и почетным членом Академии наук СССР Вместе с мужем Пьером Кюри они открыли новые элементы, которые назвали ради и полонии Последний от латинского названия Польши в дань уважения к родине Марии Мария Складовская родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве, тогда части Российской империи Мать ее была директрисой гимназии и учителем физики, а отец занимался наукой Поэтому девочка буквально с молоком матери впитала горячую тягу к знаниям В семью Складовских был вхож и Менделеев знаком отца Однажды ученый увидел, как маленькая Мария проводит химические опыты Дмитрий Иванович был потрясен знаниями и сосредоточенностью ребенка И предрек, что Мария достигнет в науке больших вершин После смерти матери воспитание Марии занялась старшая сестра Бронислава Ее влияние оказалось определяющим Дело в том, что в Варшавский университет женщин не принимали И в поисках высшего образования старшая сестра предложила перебираться во Францию Бронислава уехала первой, Мария же нанялась гувернанткой состоятельную семью Ее удавалось поддерживать материальную сестру и собирать деньги, необходимые, чтобы уехать и закрепиться в Париже А по ночам Мария готовилась к поступлению в университет Преодолев все трудности, Мария уехала вслед за сестрой и поступила в Сарбонну Правда, ее жизнь легче не стала Материальное положение было катастрофическим Денег хватило на то, чтобы снять крошечную комнатку на шестом этаже с окошком под самым потолком Не было ни электричества, ни отопления Времени на устройство личной жизни не было совсем Наука заменяла девушке все на свете Но так было только до весны 1894 года Мария познакомилась с Пьером Кюри, тоже физиком Они поженились, и это было началом их семейного творческого и научного союза Чтобы доказать существование открытых ими химических элементов Они перерабатывали вагоны руды на открытом воздухе и при любой погоде Они шли к цели и достигли ее В 1903 году пара получила Нобелевскую премию У них родились две дочери, причем старшая и Рен, буквально с молодых ногтей Тоже включилась в работу под руководством своей матери Мария написала диссертацию по исследованию радиоактивных веществ И предложила радии для лечения злокачественных опухолей Казалось бы, жизнь наладилась, но неожиданно погиб Пьер Его сбил экипаж Мария стала вдовой Сначала у нее опустились руки Но потом она решила продолжать свои исследования в памяти любимому мужу Трагедией было то, что тогда не было известно О пагубном влиянии радиации на организм человека И Мария стала первой жертвой своего феноменального открытия 4 июня 1904 года она умерла от хронической лучевой болезни Все знают выражение принести себя в жертву науки И воспринимает его чаще всего образно В случае с Марией Кюри это надо понимать буквально Но почти наверняка жертва была принесена не зря Тем более, что год спустя после ее смерти Дочь Марии Ирен тоже получила Нобелевскую премию Другой такой научно успешной семьи мир, пожалуй, еще не знал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин